Трус в гостях у балбеса. Нарышкин встретился с Лукашенко. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки. Путина предают уже офицеры из личной охраны. Я считаю этого человека военным преступником. Без Китая никак. В РФ стадия принятия поражения и мольбы о помощи. Без широкомасштабной помощи от Китая, возмездный, безвозмездный, тренд-лис или еще что-то, мы эту войну не вытянем. Киркоров пытается доказать свою гетеросексуальность. Всем привет! Меня зовут Федор Шеленко. Это программа в тренде, а это значит, что ближайшие 10-15 минут пролетят для вас незаметно. Путина предает уже ближайшее окружение. Сбежавший из России капитан ФСО, отвечающий у царя за спецсвязь Глеб Каракулов, просто завалил сенсациями журналистов центра досье. Я считаю этого человека военным преступником. Он патологически боится за свою жизнь. С новичком, конечно, еще не вягают, но к родственникам уже пришли. Телевизор президент смотрит. Но обязательным требованием при подготовке резиденции к визиту… Резиденция – это абстрактное понятие, то есть это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. То есть при подготовке резиденции обязательное требование, если это какая-нибудь заграничная командировка, чтобы там вещали именно российские каналы штук четырех этих вот. Россия обязательна. Не верили в коррупцию, преступления и сомневались в аморальности и лицемерии Путина? Получите инфу из первых уст. Царский дворец в Геленджике, яхта Шахерезада почти за миллиард долларов, личный бронепоезд, Кабаева и совместные дети, страх за свою жизнь, попадание в больницу из-за неуспеха в войне против Украины и еще очень многое другое. Теперь все это подтверждено офицерам из ближайшего круга Путина. Действительно ли Путин постоянно на изоляции? Да, все верно. И в январе будет уже три года как. Коронавирус, да, буйствует по нашей планете. У нас президент до сих пор сидит. Вот мы прям серьезно две недели на карантине сидим. Любое мероприятие, которое длится там 15-20-30 минут, создается такой некий пул сотрудников, которые карантин, в общем, отсидели двухнедельный. Они считаются чистыми и они уже могут работать непосредственно в одном помещении с Путиным. Телефонные откровения Пригожина и Ахмедова, прямые наезды Стрелкова-Гиркина, побег и компромат на бывшего шефа от Каракулова. А как вы думаете, кто следующий поймет, что пора удирать и начнет сдавать разыскиваемого Гагой? Мне интересно знать ваше мнение. Пишите об этом в комментариях. А также ставьте этому выпуску лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте звонить в колокольчик. Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Кстати, о Гиркине. Террорист продолжает сдавать своего бывшего хозяина по полной. И уже прямо обрисовывает россиянам их перспективы в этой войне. У нас же даже резину мы не производим самостоятельно. Для того, чтобы изготавливать покрышки для военной техники, нам нужно где-то искать резину. Сейчас мы катастрофически зависимы от поставок извне. Во всех областях промышленности. Это касается и артиллерии, и танков, и бронетехники, и автомобилей, и уж тем более авиации и ракетного оружия. И без широкомасштабной помощи от Китая, уже возмездной, безвозмездной, ленд-лис или еще что-то, мы эту войну не вытянем. А вы помните, как все начиналось? Киев за три дня, Россия только поднимет бровь и Украины не будет. А теперь все, без Китая не справимся. Просто гляньте на эту карту и поймите всю глубину падения и унижения РФ. Ну а чтобы некоторые ура-патриоты не надеялись на нового мессию, в лице Пригожина Стрелков-Гиркин не забывает и о лидере, зэка всея России, и объясняет россиянам, какой всех их ждет концерт под музыку Вагнера. Очень высокая вероятность прогнозируют, что он собирается выступать в скором времени как не лицо частной военной компании, а как руководитель и фронтмен, если может так казаться, новой политической силы. И вот облик этой новой политической силы, это патриотическая уголовщина, мне не то, что категорически не нравится, я понимаю ее опасность. Это очень опасно, чрезвычайно опасно, а тем более в условиях войны. Тем временем Пригожин и дальше кучкует вокруг себя отмороженный электорат. В России возвращают смертную казнь. Подобные инициативы после подрыва Зет-военкора татарского звучат из всех российских утюгов. Возвращение смертной казни и самые жесткие меры по отношению к тем, кто участвует в подобного рода разборках. Оно и логично, потому что самые кровожадные пропагандисты этой войны боятся. Следом за Дашей, Максом, может быть, кто угодно. Могу оказаться и я. А от того, что боятся, сыпят сталинскими терминами и, само собой, всячески поддерживают идею возвращения смертной казни. И на этот раз это не очередное славобудие кремлевских попугайчиков. С подобной инициативой уже выступают в Госдуме. В 1996 году в Совет Европы мы соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, Максимом Фоминым, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму. Россияне, если вы вдруг не поняли, то в Госдуме прямо сейчас начался процесс легализации, окувалдывания своего народа. Ну что ж, репрессии 37-й год стали для россиян явью. Ну а чтобы нынешним диктаторам позавидовал даже Сталин, его внуки хотят пойти еще дальше. Эта организация и сеть этих организаций у нас в стране это почва для экстремистских действий. То есть там вот среди навальнистов, среди феминисток и так далее вот этих вот всех людей вербуют. Я, кстати говоря, поправку хочу подготовить по поводу запрета феминизма как экстремистской идеологии. Потому что реально СВО это показало, это иноагентская экстремистская идеология. Россияне, вы же помните известную фразу немецкого антифашиста и богослова Мартина Немиллера. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не был коммунистом. Потом они пришли за членами профсоюза. И я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Потом они пришли за евреями. Я молчал, ведь я не еврей. А потом они пришли за мной. И не было уже никого, кто мог бы сказать хоть слово. Православные россияне готовятся к войне с мусульманами на территории России. Все видели новость о том, что мигранты готовы браться за оружие и защищать себя, свои права, свои интересы, свою веру на территории России. Что делать русским, спрашивают нас. Да, из всех регионов к нам приходят одни и те же новости. Вчерашние мигранты, которые только что получили паспорт каким-то чудесным образом, уже сидят в очереди на получение разрешения на оружие, на травматы и на охотничье оружие. Что делать нам, спрашивают люди. А тогда то же самое, то же самое. У нас ничего другого не остается. Если есть у вас законное право, пользуйтесь им по полной программе. Приобретайте все, что можно приобрести, все, что законодательство разрешает сделать. А православные оккупанты заявляют о готовности с оружием в руках. Спросить взорвавшихся чиновников. Хочу строительство мечети на святых местах в Косиновском. Всех чиновников, которые подписывают документы, думая не о вере, не о народе, а о своем кармане. Мы предупреждаем, что придется держать ответ, давать ответ не бумагами, не в бумажном виде, а с глазом на глаз. Конфликт начался из-за планов строительства на востоке Москвы. Самой большой в России мечети. Жителям Костино-Ухтомского района это не понравилось. Начались массовые митинги против строительства мечети. После чего с фронта мусульмане записали видео предупреждение митингующим. Как видим, обстановка накаляется. Паукам в банке остается все меньше возможностей для маневра. Трус в гостях у балбеса. Глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, ну это тот, что чуть не обделался перед Путиным, приехал к Лукашенко поделиться опытом. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки. От себя лишь добавлю, трус явно заразился от усатого балбеса. И в итоге выдал перу в стиле своего визави. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крессами Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится уже элементом национальной идеологии. Если кто не понял, шпион Нарышкин разгадал коварные планы поляков. Они заваливают Украину оружием, чтобы потом ее было легче завоевать. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования. Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Кстати, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджием Дудой. Главные вопросы – встреча, усиление обороноспособности Украины. Но только, тссс, мы же с Нарышкиным знаем, на самом деле будут говорить о сдаче Украины полякам. А вот и подоспела добротная порция правды на Раша ТВ. Я, если честно, пребываю в некоем шоке. Тут вам и правда-матка о радиоактивных урановых снарядах. Справка физико-теоретика к кандидату наук, да? Обедненный уран, дорогие товарищи, абсолютно не радиоактивен вообще. Это изотоп урана 238. У него период полураспада несколько миллиардов лет. Вот Ваня более радиоактивен, чем кусок урана, обедненного такой же вот плотности. И помимо радиоактивного урана Ивана, эксперт поведал зрителю о надежности главного союзника РФ. Борис 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 Бор что превратила пропаганда мозги россиян, аукнется им и через десятилетия. Вы только оцените, что ждет эту страну или то, что от нее останется с таким будущим поколением. Культура прет. Российская поп-звезда Филя Киркоров в очередной раз отличился. На одном из последних концертов певец решил под шумок пощупать фанатку за грудь. Если честно, даже немного удивительно, как у женщины вместо возмущения на лице появляется улыбка, и она гордо хвастается произошедшим перед своими подругами. Мария Львова-Белова продолжает топить себя и Путина, и дает хоть и заочно свидетельское показание для ГААГи. Могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит, съем маскаленка. Но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Тут все прекрасно. И очередное признание воровства и незаконного усыновления украинского ребенка. И пропаганда для услады ушей зомбированных россиян. И признание истинного отношения украинцев к оккупантам. Российская полиция и дальше вас бережет и над вами издевается. Денис Валерьевич, я к тебе официально обращаюсь с двумя девушками. Да, разреши, пожалуйста, мне завтра приехать к обеду. Чуть-чуть поспать и... Пока вы гибнете в окопах на чужой, путинской войне, хозяева жизни зажигают. Начальник ГИБДД Краснодарского края под рэп запрещенного в России Моргенштерна выплясывает тверк с бокалом вискаря. Спасибо. Не знаю, как вам, а мне кажется, им просто необходимо создать дуэт с генералом Матовниковым и ездить с концертами по передовой. Кадыровцы точно оценят, а вагнера еще и подыграют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова